Непростая обстановка сложилась в среду в Национальном собрании Франции, где депутаты от Левого альянса НЮП, Нового экологического и социального народного союза, покинули зал после объявления правительственного решения использовать свое конституционное право и провести законопроект о финансах на 2023 год без одобрения парламента. При отсутствии большинства премьер-министр Элизабет Борн остановила дебаты о поправках, несмотря на то, что поступило 3000 предложений. Французы ожидают от нас последовательности действий и результатов, сказала Борн. И поэтому на основании статьи 49.3 Конституции от имени правительства я беру на себя ответственность за первую часть финансового законопроекта на 2023 год. Документ планирует сдержать дефицит государственного бюджета на уровне 5% от ВВП, установив тарифный щит в размере 45 миллиардов евро, чтобы сдержать рост цен на электроэнергию и газ. Правая позиция считает это неприемлемым. Этот бюджет безответственный, он опасен для финансового положения нашей страны, и мы ни в коем случае не могли за него голосовать. У правительства нет выбора, кроме как задействовать статью 49.3. Со своей стороны депутаты от НЮП считают, что в бюджете не учтены чрезвычайная ситуация в области климата и чрезвычайная социальная ситуация перед лицом инфляции, которая влияет на покупательную способность французов. Они требуют вынести вотум недоверия правительству Элизабет Борн за фактическое отсутствие легитимности. Это правительство без большинства, которое не проходило вотум доверия, которое столкнулось с трудностями на бюджетной и финансовой траектории. Это правительство, которое не знает, что делать с плюрализмом в Национальном собрании и не принимает во внимание результаты выборов законодательный орган. Депутаты от Крайне правой партии и Национального объединения также объявили о подаче вотума недоверия в надежде свергнуть правительство. Однако у этого предложения очень мало шансов на успех.